Я нахожусь в офисе февральмонического общества Санкт-Петербурга, и сегодня речь идёт о джазе, об оркестре Глена Миллера. Оркестр Глена Миллера был знаменит в 40-е годы, потому что в 1945 году был снят фильм, в котором оркестр Глена Миллера играл главную роль. Этот фильм назывался «Серенада солнечной долины», и это был единственный фильм, который показывался в Советском Союзе, поэтому люди моего поколения, как правило, помнят. В 1944 году этот фильм американцы по ленд-лизу подарили нам. Фильм мы приняли, потому что в нём чуть-чуть задета антифашистская тема. Героиня, которую играет чемпионка мира того времени по фигурному катанию Соня Хэнни, изображает беженку из Норвегии, которая ищет пристанище в богатой и ещё не воюющей с нами, с немцами, Америкой. Вот поэтому фильм был очень популярен, он показывал красоту жизни, горные лыжные катания, замечательную музыку. И Миллер был единственным человеком в зазовом мире, который добился того, что оркестр не случайно попадал в фильм, как какой-то эпизод. Оркестр был главной действующей фигурой. Всё проходило в оркестре и вокруг оркестра. Давайте послушаем, как звучал оркестр Гленна Миллера. Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 В 1942 году Миллера пригласили уже в Голливуд снимать второй фильм, настолько велик был успех первого. Кстати, коммерческого успеха в Америке фильм не имел, потому что в фильме, ну, не было знаменитых актеров, как бы, ну, и так смотрели в то время другие фильмы. Музыкальные фильмы всегда проходили как-то для определенной аудитории и не пользовались коммерческим успехом. Тем не менее, Миллеры сняли еще в одном фильме, который назывался «Жены оркестрантов», и мы только что послушали пьесу, которая называется «Публика такая же, как ты и я». Вот, или весь народ такой, как ты и я, всем простые люди. А сейчас я хочу напомнить вам, что Миллер знаменит своей «Серенадой лунного света». Это была единственная его композиция, которая открывала кинофильм «Серенады солнечного». «Серенады солнечного света» Поскольку мы говорим о американских музыкальных фильмах, должен нас предупредить, что, как правило, музыкальные фильмы могли обходиться часто без помощи одного композитора. То есть, скажем, официальный композитор фильма Гарри Орэм написал массу мелодий замечательных для фильма. Но «Серенада лунного света» написана Миллером. А вот следующая очень популярная пьеса, которую я вам покажу, которая называется «In the mood» в настроении, она написана черным пианистом, сегодня принято быть афроамериканским пианистом Джо Гарландом. И пьеса этого написана не для оркестра Миллера, но она была немножко длинновата, и поэтому всем оркестром она как бы не подошла. А Миллер сказал «Так, а у меня есть хорошие ранчевовщики, не сократят, пьеса будет короткой». Почему надо было бы всё короткой пьесы были? Напомню вам, пластинки тогда могли поместить музыку только на три с половиной минуты от силы. Долго играющая запись ещё не появилась. Так вот, я хочу показать вам сейчас фрагмент «In the mood» и показать, как в то время танцевали под эту музыку. Что главное? Миллер это ухватил. Главное, чтобы повторялись какие-то ритмические приёмы, которые помогают публике чувствовать музыку и чувствовать ритм. «In the mood» – музыка Джо Гарланд исполняет оркестр Гленна Миллера. «In the mood» – музыка Джо Гленна Миллера. Оркестр Гленна Миллера – это биг бенд. Классический биг бенд. На конец 30-х годов уже установилось правило. Как правило, ритм-группа – это ударные инструменты, контрабас, фортепиано, иногда гитара. У Миллера гитара есть. Есть затем 5 саксофонов разных видов саксофона, затем 4 тромбона и 4 трубы. Это классический биг бенд. Но дело в том, что Миллер считался таким классным оркестром, неповторимым, благодаря тому, что он разработал замечательные аранжировки. Он был аранжировщиком, и ему помогали ещё другие люди. И он знаменит тем, что этот оркестр называли самым поющим оркестром. У него саксофонисты умели так тонко вибрировать на длинных звуках, и это делали не только тромбонисты, но и тромбонисты, что я не могу это не показать. Мы послушаем сейчас песню Гарри Уоррена, которая называется «Наконец-то! Этласт». Она прозвучала в фильме «Жены оркестрантов». Сначала играют тему саксофоны, и вы почувствуете, как они вибрируют. А потом это же самое делают тромбонисты, которые играют с сурдинами. Тихо-тихо, но вибрация остаётся. И я смотрел и слушал многие оркестры, которые сегодня играют как бы музыку Миллера. Никому не удалось достичь такого звучания, как у самого Миллера. И не надо даже пытаться. КОНЕЦ КОНЕЦ А теперь о самом Миллере. Миллер родился в 1904 году в провинции, в штате Айова. Ну и, естественно, как все музыканты, рванул в Нью-Йорк, потому что только в Нью-Йорке можно сделать музыкальную карьеру или в Лос-Анджелесе. И Миллер играл в разных оркестрах. Играл в театральной яме, аккомпанируя каким-то мюзиклом. Играл в танцевальных оркестрах, но выдвинулся как аранжировщик. Работал аранжировщиком для знаменитого тромбониста Томми Дорси. Снабдил его прекрасными номерами. Потом он брал некоторые уроки у Иосифа Михайловича Шиллингера, нашего музыковеда, который приехал в Америку. И там открыл школу такую, где учил современной гармонии. И вот принято считать, что свою мелодию, которую мы послушаем с вами, и называлась она «Серенада Луна Света», Миллер написал как «Упражнение по гармонии». Ну что ж, очень хорошее упражнение осталось и прекрасная тема. Я говорю это к тому, что в 1939 году Миллеру наконец-то удалось собрать свой собственный оркестр. И он уже как ранжевщик почти не выступает. Он нанимает Ральфа Флана Ганна, он нанимает Билли Мэя, им оркеструют другие люди. Но появляются оркестры, которые выступают регулярно в Лонг Айленд Абеню, Лонг Айленд Казино, который находится в Лонг Айленде, в части Нью-Йорка Южной. И это всё транслируется по радио. Поэтому оркестры у нас очень популярны. И вот на пике этой популярности в 1942 году Миллер прекращает работу и говорит, я пойду служить в армию. Ему говорят, господин Миллер, вы по возрасту уже не подходите. Он говорит, нет, я буду создавать оркестр военно-воздушных сил. Ну тогда большим трудом его допустили к этой работе. Он взял музыкантов, которые были срочниками, работали в армии, собрал огромный оркестр, добавил струнные инструменты и создал оркестр, который поехал в Англию. И в Англии на радио BBC в бункере записывал программы, которые передавались на всю Европу. По воспоминанию участников войны, пленных, там, я не знаю, по воспоминанию самих немцев, люди тайно слушали по радио BBC и понимали, какая это красивая музыка. Вот война скоро кончится, и вот это счастье к нам придёт. Поэтому музыка Миллера стала популярна не в силу того, что это был лучший биг-бенд Америки, а в силу того, что Миллер был знаковой фигурой, как должен жить мир, красиво любить друг друга и добрую музыку играть. Я хочу показать вам, как Миллер пытался приспособить джаз к тому, чтобы солдаты, которым на службе, в общем, часто приходится нелегко, чувствовали эту музыку и под неё маршировались. Сначала начальство военно, не могу это понять, но Миллер достаивал по-своему. Вот послушайте, как в фильме «История Гленна Миллера» показано, как Миллер играет Сент-Луис-Блюз, но в ритме марша. И пьеса называется «Сент-Луис-Блюз-Марш». «Сент-Луис-Блюз-Марш» 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 Во всех книгах и справках о Гленне Миллере написано, что он был прекрасным музыкантом, хотя тромбонистом он был средним, скажем так, потому что были тромбонисты, которые прекрасно импровизировали, он не старался это делать. Он занят был оркестром и общим звучанием. Но все говорят, что музыкант он был очень тонкий, чувствительный и, кроме этого, был талантливым бизнесменом. Он очень следил за тем, как продвигается оркестр. Он очень стремился быть популярным. И надо сказать, что он следил за тем, как происходит запись. И тогда принято было считать, что популярен тот, кто записал больше пластинки, и они как проданы. Так вот, скажу вам, что пьеса Гарри Оррена, которая прозвучала в фильме «Сринандо Шевчей долины» и называется «Чатанугу-Чучу», стала первой композицией джазовой, которая достигла миллионного числа продаж. Поэтому я думаю, что мы закончим нашу передачу тем, что я напомню вам, что это за пьеса «Чатанугу-Чучу». Ну, это поезд, который идет на Чатанугу. Чатануга – это такая маленькая станция, которая в то время как раз открывалась. Там достраивали какую-то дорогу, и вот к отстраиванию этой новой дороги Миллер как бы поросился такую железнодорожную пьесу написать. Это начинается у нас с того, что мы имитируем гудки паровоза, а потом проходит тема, и с оркестром работает, поскольку оркестр достаточно богатый, мог содержать шесть вокалистов, два солиста и четыре мальчика, которые поют, они назывались «модернерс», то есть современный воздух, современная атмосфера. Вот очень богатый был оркестр. И последнее. Поскольку это был оркестр, оркестр не мог существовать без аранжировки, то с Миллером постоянно на гастроли... А это что такое гастроли? Это переезд в другой танцевальный зал. На гастролях все время было запасных три аранжировщика. Потому что если сегодня пьеса прозвучала где-то в кино, в юзикле, надо немедленно ее обработать и иметь в своем репертватории. Делать руководителю это некогда. И Миллер вообще как бизнесмен, я не специально говорю о том, что он занимался бизнесом, он следил за тем, чтобы в оркестре было все в порядке. Он старался многое делать сам, хотя не надо было этого делать. И именно поэтому он погиб. Он перелетал через Ла-Манш, он полетел вдвоем с летчиком на маленьком самолете, чтобы посмотреть, как в Париже организуют его концерт. Мог не ехать, мог поехать его администратор. Он сказал, нет, я сам должен проследить. Самолет этот пропал. Есть версия наиболее убедительная, что в этот день летели бомбардировщики бомбить Германию, но погода была плохая, им было приказано вернуться, и они перед этим должны были сбросить бомбы в Ла-Манш. И они заметили, что какая-то точка там передвигалась, и, видимо, самолет попал под эти бомбы. Его задели, и он назовнул. Он считался долго пропавшим без вести, но сегодня вот такая версия главная. Миллер прожил 40 лет, но оставил два фильма, кучу пластинок и кучу поклонников. Обратите внимание, после смерти Миллера возникла масса оркестров Геллона Миллера. Каждый музыкант, работавший в оркестре Миллера, собирался в собственный оркестр. И говорил, только я правильный наследник. Я лучше всех знаю, как сделать оркестр Миллера. И сегодня еще ездят по стране, и часто гастролируют английские, австрийские, австралийские оркестры, которые все играют или полностью Миллера, или несколько пьес из его репертуара. Настолько эта музыка осталась в памяти человечества. Чета-нуга-чушь. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ